смягчающими наказания. Также суд учитывает мнение потерпевших, которые не настаивали на строгом наказании для подсудимых, оставив этот вопрос на усмотрение суда. Обстоятельств соответствия статьей 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, отягчающих наказание подсудимых судов, учитывая фактические обстоятельства и степень общественной опасности совершенного Толоконникова Самуцевича и Алёхиной преступления, суд считает невозможным изменение категории преступления на менее тяжкого в соответствии с статьей 15 частью 6 Уголовного кодекса Российской Федерации. Исключительных обстоятельств и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающих основание применить к ним правила статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, установлено не было. Вместе с тем, с учетом характера и степени общественной опасности содеянного, обстоятельств его совершения, целей и мотивов совершения преступления, Отношение к содеянному суду полагает, что достижение таких целей наказания, как восстановление социальной справедливости, исправление подсудимых и предупреждение о совершении ими новых преступлений, может быть достигнуто только путем назначения наказания в виде лишения свободы и реального отбытия ими данного наказания, в связи с чем основания для применения Ктолоконникова, Самуцевича и Алёхины правил ст. 73 Уголовного кодекса РФ суд не усматривает. Согласно пункту Б, ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса РФ, наказание Толоконникова, Самуцевича и Алёхиной подлежит отбытию в исправительной колонии общего режима. Потерпевшими Железовым, Сокологорской, Истомином, Цыгунюком, Виноградовым, Аносовым, Белоглазовым, Потанькиным, Шилиным исковые требования не заявлены. На основании изложенного руководства статьями 307, 308, 309 Уголовного кодекса РФ суд приговорил признать Толоконникову Надежду Андреевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 213 ч. 2 Уголовного кодекса РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Признать Самуцевичу Катерину Станиславовну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 213 ч. 2 Уголовного кодекса РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Признать Алехину Марию Владимировну виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 213 частью 2 Уголовного кодекса РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения Толоконниковой Надежды Андреевны оставить в прежней виде заключения под стражу. Срок наказания исчисляет в момента фактического задержания 4 марта 2012 года. Меру пресечения Самуцевича Катерине Станиславовне оставить в прежней виде заключения под стражу. Срок наказания исчисляет в момента фактического задержания 15 марта 2012 года. Меру пресечения Алехиной Марии Владимировне оставить в прежней виде заключения под стражу. Срок наказания исчисляет в момента фактического задержания 3 марта 2012 года. Решен вопрос с вещественными доказательствами. Приговор может быть обжалован в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. провозглашение осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок со дням вручения им копии приговора. Продолжение следует...